всем привет друзья мои вот думаем что же приготовить на ужин но на ужин не сегодняшнего вечера а завтрашнего и решили мы приготовить прекрасную утку вот так она у нас выглядит ребят жирненькая домашняя деревенская у . такая замечательная у нас жирная сочная утка и будем ее готовить ребят но прежде чем начать готовку прежде чем начать ее мариновать я всегда вымачиваю ее в соленой воде берем обычную соль из расчета 1 столовая ложка с горкой на литр воды давайте замариную нашу утку и приготовим ее все и на ужин как я уже ранее говорил данную утку я вымочил соленой воде около суток может чуть меньше для того чтобы ее замариновать нам будет необходимы следующие ингредиенты это соевый соус обязательно добавляем немного меда мед цветочный очень ароматный можно добавить свежие томаты либо кетчуп либо томатную пасту это на усмотрение добавляем немного бальзамического соуса он придаст пикантный вкус обязательно нужна будет горчица и кавказская аджика также по усмотрению можно добавить разные приправы вот я добавлю немного хмели-сунели острого чили горчицы зернах обожаю немного приправ для мяса черного перца сухой чеснок тоже для соуса нам понадобится еще одна приправа к мясу и обязательно нужно будет красная сладкая паприка ребят также изюминкой маринаде будет имбирь много не нужно грамм 30 может быть 40 а начинять будем нашу утку внутри необычным способом нам нужно будет 2 мандарина желательно который с кислинкой не сладкий лук 1-2 штуки целая головка чеснока также нам понадобится немного лимона лимона полностью использовать не будем прежде чем приступить процессу маринования данные и и необходимо обсушить бумажными полотенцами либо салфетками ребят делаем марина прекрасный соус еще раз напомню добавили сюда растительного масла буквально две столовые ложки соевый соус горчица аджика бальзамический соус добавили приправы здесь ребят приправы по усмотрению вот кому какие нравятся такие добавляю я добавляю еще раз повторюсь это несколько битов приправ к мясу здесь буквально чуть-чуть обязательно добавляю сухой чеснок добавляем чайной ложки добавляем чайную ложку паприки сладкой чуть-чуть четверть чайной ложки добавили чили добавляем чайной ложки также надо добавить сюда свежий чеснок можно через давилку чеснок и давилка можно мелко накрашивать я через такую терку получается просто замечательно свежий чеснок нужен для аромата чтобы нас марк наш марина очень ароматный получился очень вкусно через терку чеснок так возьмем наш нужно будет немного имбиря ребят здесь грамм на 20-30 имбирь нам нужно будет ребят мелко нарубить либо тоже его сразу же когда в виде корни через мелкую черку вот у меня уже он был предварительно на такие слайсы поделим и замаринован в холодильнике просто так для употребления здесь тоже ничего такого сложного нет все это делается очень легко и просто добавляем наш прекрасный соус которым мы будем мариновать нашу утку хорошенечко все это дело перемешаем консистенция но просто не передаваем так еще в нашем мире на нашем рецепте присутствует томаты но у меня там от дома нет нелялиных никаких не осталось поэтому я добавлю немного кетчупа можно добавить томатную пасту если нет тоже томатов каких-то консервированных или реально буквально одну ложечку столовых не помню достаточно то есть мы сделаем такую среду вкусную кисло-сладкую у нас начиняться будет наша утка это луком мы его нарубим сейчас миленько добавим туда обязательно два мандарина мандарины не сладкие они такие кисленькие мандарины добавим их освободим от кожуры и немного сюда также добавим лимона также начинки у нас будет чеснок соус у нас готов давайте начнем мариновать перед тем как маринуем утку гуся обязательно надо убирать гузку ребят гузка находится хвостовой части это такая вот железа если ее вовремя не убрать перед готовкой у него специфический запах она просто испортит вам блюдо многие скажут что я здесь много мяса убрал но лучше убрать лишнего ребят реально чем не набрать так давайте начнем мариновку будем мариновать везде внутри необходимо будет натереть снаружи полностью натираем нашу утку поставим немного марина для наши начинки то тоже необходимо будет добавить потому что прекрасно удочка в этом маринаде полежит отдохнет так вот так же надо еще добавить сюда шею тут у нас шейная часть полностью хорошенько промариновался ребят то есть вот в этом этапе не нужно думать что маринад сам куда нужно дойдет лучше потратить какие-то лишние там пять минут времени полностью вот так вот . нашу массажировать так сказать чтобы все части изнутри и снаружи марина дошел обмазали нашу лодку вот так вот прекрасно полностью во всех местах помассажировали ребят изнутри снаружи это нужно для того чтобы все части нашей утки все части мясо утки контактировали с этим маринадом соль мы не добавляем ребят еще раз повторяюсь нашу то целые сутки принимала ванну соленой воде начинять будем нашу утку что у меня вот такими прекрасными мандаринами они кстати не сладкие они кислые но освободим их от кожуры давай начинку такие вот два две штучки лука и немного лимона также нам нужен будет чеснок моем случае вот такие вот 4 большие зубчики и немного я оставил нашего соуса чтобы добавить начинку что мы делаем наши мандарины нарезаем мандарины дольками можно их чистить вручную можно вот так нарезать дольками на 4 части и вот таким вот образом просто острым ножиком освободить их ребят от кожуры делается это легко делается это очень просто на опять таки говорю может кто-то хочет сидеть и чистить этому усмотрению кстати мандаринчик еще раз говорю они такие с кислинкой они придадут именно вот это кисло кислый вкус чтобы у нас на шутка изнутри полностью пропиталась цитрусовыми ароматами аромата лимона вкусом мандарины кстати ребят по данному рецепту честно признаюсь готовлю первый раз я много уток переготовых гусей мариновал их разными способами в этот раз захотелось чего-нибудь такого необычного что-нибудь из серии цитрусовых также в разные есть разные рецепты когда добавляют айбу тоже получать что получается очень вкусно ребят а его тоже она истинка как зеленое яблоко но у нее совершенно другой вкус но это уже другой рецепт сейчас по данному рецепту я готовлю именно с мандаринами вот я здесь специально оставил немного кожуры буквально чуть-чуть и немного не нужно я просто нарублю чтобы она тоже дала свои ароматы внутри наши утки когда будет запекаться лук нарезаем кубиками как обычным способом нарезаем уже никого учить как нарезать лук думаю нет никакой необходимости лук надо стараться нарезать мелким кубиком чем меньше тем лучше но без особого фанатизма там нужно превращать труху приходим готовки на внутри наши утки полностью впитается мясо на речке можно еще поделить вот так вот на две части в принципе так вот с луком они уже здесь сейчас будут мариноваться второй лук я взял такой вот розовый в принципе это не принципиально просто мне так попался красный белый здесь весь смысл лука передать свой вкус мясу изнутри пропитать ее изнутри входит запекание на духовке так чеснок чеснок почистим тоже нарубим чеснок кстати мельчить не нужно он и так придаст свой аромат и вкус внутри наши утки все знают чуть-чуть вот так подбить чесночок потом легко и просто чистится тоже не секрет все об этом давно знают этим пользуются потому что как говорят мудрые мудрые люди повара одно дело знать другое дело этим пользоваться тем тем и отличается люди которые имеют много знаний люди которые этим зданиями пользуются еще они просто знают совсем мелко можно сказать совсем не мелко кусочками наш чеснок так наш лимон нужно будет поделить на две части и вот одну часть вот на такие дольщики вместе с кожурой вместе с цедрой мы делим потом все это дело начиняем внутри наши утки то есть берем лимон лимон лучок чесночок ваша благодарен чеки и вот так сейчас наша задача ребят вот эту начинку марина внутри утки перемешать и со всех сторон хорошенечко обмазать все наверно понимают да для чего это нужно это чтобы максимально утка изнутри пропиталась как начинкой и маринадом а в ходе готовки процессы приготовления уже в духовке внутри утки будет повышаться температура лук чеснок лимон наши мандарины замечательные будут отдавать свой сок по краям наши утки и мясо будет готовиться в соке вот это и вот начинки ребят это просто будет божественно так ребята тем временем пока наша утка здесь отдыхает маринаде нашим прекрасно таком изумительно сочным восточном соусе маринуется мы займемся против нам нужен нужен будет вот такой пакет рукав для запекания пергаментная бумага пока поставили нашу духовку нагреваться но пока ставим на максимум 250 градусов режим конвекции пусть духовочка нагреется как печка сейчас надо будет пергаментную бумагу настелить на противень это на случай того что если у нас вдруг внутри рукава что-то произойдет она там порвется продыряются или лопнет что жир и сок наши утки не попадал в противень и не горел нужна будет такая прокладочка как пергаментная бумага ребят сейчас дальше покажу как я это сделаю то есть пергаментную бумагу вот так вот в три слоя получается два слоя вот так в одну сторону понятно нельзя и один слой в эту сторону так вот застилаем вот если в ходе готовки что-нибудь у нас продыряется весь сок остается здесь внутри и не попадает на железо так ребят смотрите подготовили наш рукав для запекания с одной стороны вот сразу завязали вот так вот немного раскрываем чтобы удобно лазить лучше это делать конечно вдвоем но у меня уже это не первый не первый десяток у которых я готовлю немного уже рука набита ну давайте попробую это продемонстрирую таким вот образом помещаем наш прекрасную сочную пакет рукам для запекания и обязательно ребят надо сделать так что с наружной стороны она она не испачкалась маринада попал таким вот образом сейчас мы ее завяжем с другой стороны вот таким вот образом обычным образом подвязываем нашу лупу вернее нашу рука в сутки чтобы дальше готовить уже духовочкой у нас напомню деревенская очень жирная сочная вкусная пункта принципе можно брать любую бронерную из магазина с рынка фермерскую особой разницы но мне вот ребят нравится деревенская утка которую мы сами выращиваем покупаем ее утятами потом откармливаем сами получается ребят лайфхак нужно обязательно запекать утку грудкой вниз грудки много мяса ходе запекания все соки весь этот бульон уходит вниз и грудка у нас готовится в ароматом такого вареновано бульоне в принципе вместо пергаментной бумаги можно использовать фольгу так это все дело сейчас отправляем в духовку по предварительным таким теоретическим уж соображением это где-то час после того мы раскрываем наш рукав и без рукава сверху намазать еще дополнительно соусом мы его до хрустящей корочки будем допекать 15-20 давайте все это дело сейчас отправим в духовку духовка предварительно стоит на 250 градусов и на режиме конвекции сейчас убавляем на 200 градусов также на режиме конвекции отправляем нашу утку предварительно минут на 30-40 через 30 минут проверим что происходит с нашу утку если нашу утку уже приближается готовности нам нужно будет снизить температуру до 180 градусов раскрыть наш рукав обмазать дополнительно маринадом который мы сейчас с вами сделаем и допекать до хрустящей корочки для маринада который мы будем обмазывать нашу утку после того как она пропечется у нас духовки минут 30-40 нам нужно будет вот эти вот остатки которые у нас остались после маринования утки их добавляем в принципе все необходимое уже есть но по количеству этого нам может не хватить поэтому добавляем еще дополнительно такой вот щедрую ложечку в моем случае вилочку меда паром ложек столовых я даже наверно ограничусь одной ложки столовой слоев соуса и соком лимона вот такой вот доль и небольшой дольки сразу зернышки и выдавим сюда такого замечательный сок лимона все это дело хорошенько перемешиваем до однородной массы ароматы просто божественные пока все это дело в стороночку убираем ждем нашу утку в духовке такая вкуснота у нас ребят в духовке печется сейчас приготовиться и будем ужинать так прошло уже у нас минут 40 даже 45 но процессы готовки через каждые 15-20 минут я открывал и смотрел и вот сейчас уже похоже что у нас внутри утка доходит до готовности необходимо будет сейчас противень достать раскрыть рукав и обмазать дополнительным слоем маринада давайте мы это сделаем ребята ходе приготовления у нас рукав не раскрылся не лопнул и вот сейчас сам начал разрезать раз внутри ваша уточка какие ароматы слышится здесь она уже практически готова здесь осталось такое допечь то хрустящей корочки и уже можно будет ее кушать ребята он берем наш замечательный соус и обмазываем нашу . можно это делать кисточкой чтобы было удобнее ребят какие вкусные ароматы которым нашу . на финиш не упрямую уже так можно сказать сейчас обмажем и берем дальше запекаться как мы ее обмазали сейчас отправляем духовку и вот так вот отправляем нашу удочку дальше запекаться в духовке минут на 15-20 что здесь происходит посмотрим шкварчито керамады так вот такая вот вкуснота у нас в результате получилось ребят вот такая сочная хочу показать вот здесь вот течет прям сок снаружи сочно сейчас еще дадим чуть-чуть остыть и нарежем все это дело отдали отдохнуть наши уточки после духовки сейчас ребята нарежем и посмотрим что у нас получилось как хрустит уже коврочка ребята смотрите какие соки там идут из мяса как все мягенько получилось и сочно такая вкуснота получилось у нас в итоге утка жареная сейчас ее разрезали будем кушать очень вкусно ну и сочнейшие вкуснейшие утка просто бомба вкус просто отменный ароматное мясо нежная меру жирная сочная восточная это очень вкусно ребята рекомендую лабора бомбу это вещь